есть разные способы получить желаемое на хороший отпуск или качественный ремонт можно долго копить или взять кредит и не откладывать покупку на потом а если знать о разных стратегиях погашения займа его выплата пройдет незаметно для вашего семейного бюджета сегодня в выпуске я расскажу вам о таких способах стратегия ровного поля это подходит для того кто готов выделять на погашение кредита больше денег цель равномерно закрывать все имеющиеся займы стратегия строится на том что все свободные средства равномерно распределяются между кредитами вы вносите обязательный плачешь плюс доплату одинаковую для всех займов если у вас появляется больше свободных денег вы делаете их на количество кредитов и вновь равномерно увеличиваете каждую выплату когда один займ закрывается освободившаяся сумма будет распределяться между оставшимися если кредиты похожи по размеру и срокам их количество будет снижаться медленно но общая сумма вашего долга будет постоянно уменьшаться второй способ способ это рефинансирование кредита. Он подойдет для тех, у кого есть кредит, оформленный несколько лет назад. Цель данного способа – платить банку меньше процентов. Рефинансирование – это новый кредит, который оформляется для погашения старого. Если вы брали деньги пару лет назад, внимательно изучите рынок. Возможно, сейчас банки снизили ставки, так что есть вариант получить новый заем на выгодных условиях. Это работает так. Вы ищите кредиты с более низкой процентной ставкой в других банках, берете новый заем, полностью гасите прежний и выплачиваете меньше процентов. Стратегия позволяет постепенно возвращать долг, но при этом иметь больше свободных денег на отпуск и приятные покупки. Третий способ называется стратегия лавины. Подойдет для обладателей двух и более кредитов. Цель – быстро погасить самый дорогой кредит. Сравните процентные ставки по всем вашим займам и выберите самую высокую. Этот кредит обходится вам дороже всего. Начинайте его активно выплачивать, вкладывайте все свободные деньги, а по остальным займам гасите только обязательные платежи. Такой подход вам поможет сэкономить на процентах и быстрее всего закрыть кредит с максимальной переплатой. Минус стратегии – самым дорогим может оказаться самый большой займ, поэтому закрыть его быстро не получится. Зато вы выплатите банку меньше процентов. Стратегия снежинки. Подойдет для тех, у кого иногда появляются дополнительные доходы. Цель – снижать сумму долга случайными деньгами. Из маленьких снежинок за ночь вырастают большие сугробы, а из незначительных, на первый взгляд, пополнений – внушительная сумма по итогам года. Данная стратегия строится именно на этом принципе. Не у всех есть постоянные свободные средства, которые можно распределять между займами. Но у всех время от времени могут быть незапланированные доходы, подарки, внезапная подработка или тысяча рублей из зимней куртки. Направляйте такие деньги на погашение кредита. Вы сами не заметите, как одна за другой эти суммы будут снижать размер долга. Стратегия снежного кома. Подойдет для тех, у кого есть небольшой потребительский кредит. Цель – уменьшить количество долгов. Когда вы лепите снеговика, то начинайте с крошечного шарика, который постепенно накатывается в большой ком. Здесь аналогично. Распределяя средства между кредитами, выберите самый маленький из займов и начинайте его оперативно выплачивать. Не смотрите на ставки или сроки, просто направляйте на погашение выбранного долга все свободные средства. Под другим кредитом делайте только обязательный платеж. Когда маленький займ будет закрыт, у вас освободятся деньги, которые на него уходили. Добавьте их к выплатам следующего по размеру кредита. Последним гасится самый большой долг. И к этому моменту у вас остаются средства, которые вы на предыдущие займы, поэтому закрыть его будет намного проще. Минусы стратегии – учитывается размер кредита, а не ставка по нему. Так последним может оказаться самый дорогой займ. Зато число ваших долгов будет быстро уменьшаться. Кредит – это очень хороший инструмент, если к нему применить правильный подход. Благодаря кредиту вы можете реализовать задуманные планы и цели. Если все же вы взяли кредит и деньги ушли сквозь пальцы, самое главное не отчаивайтесь и воспользуйтесь данными способами.